Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, с вами Умалик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Не забывайте делиться со своими родными, близкими, друзьями, благими знаниями, изучать арабский язык вместе со мной. Сегодня у нас Аль-Мауду Усайди Суэля Шурун, то есть 26-я тема, харфу Хамзе. Это Гамзе, буква, которую мы сегодня будем изучать, или слова, которые есть, это буква. Гамзе произносится из нижней части горла, то есть в районе голосовых связок. Хотя в основе мы, когда изучаем Гамзу, да, говорим про знак Гамзе, который, как вот здесь в примере, пишется над Алиф, но на самом деле Гамзе может писаться не только над Алиф, как мы видим в примерах, может писаться и над Вау, и писаться над Набира, на такой подставке, то есть как я, только без точек. Также иногда Гамза может писаться просто на строчке, без какой-либо подставки. Правила написания Гамзы сейчас мы с вами не берем, они есть в разделе орфографии арабского языка. Вот, иншалла, в дальнейшем мы возьмем в следующем учебнике или в следующих учебниках. По Камезе вам важно узнать этот знак, который может быть на разных носителях, как скажем, на подставках. От самой подставки звук не меняется. Нам важна только огласовка или отсутствие огласовки. С фатхой это А, с даммой это У, с кастрой это И, с укуном это У. То есть закрываются как бы голосовые связки. Более подробно вы можете посмотреть произношение в одном из уроков на канале. То есть спросил, он спросил. Суэль это вопрос и биэр это колодец. Как я вам сказала, АМЗа может писаться на разных подставках. Здесь вы увидите эти подставки различные. Соединятся или не соединятся с предыдущей. Будет зависеть от того, какая подставка. Если, например, УАУ с предыдущей соединяется, АЛИФ тоже. Я с двух сторон соединяется. Поэтому разнообразные бывают написания. Когда выбираем какую подставку, пока мы с вами не разбираем. Просто, чтобы вы понимали, когда у вас встретится, как читать, писать, переписать, например, скопировать. Итак, первое у нас слово это АНА. АНА переводится как Я. Мы видим здесь АМЗа на АЛИФ стоит с ФАТА. Предложение. АНА АМИНУЛЬ МАКТЕБАТИ. АМИН. Я как бы тот, кто охраняет, можно сказать, сохраняет спокойствие. АЛЬ МАКТЕБАТИ – это библиотека. То есть я, по сути, мы скажем это как библиотекарь. Я библиотекарь. Тот, кто хранит вот эти, охраняет и бережет эти книги. АНА АМИНУЛЬ МАКТЕБАТИ. То есть я библиотекарь. Берите это как словосочетание вместе, чтобы было одно целое значение. Следующее тоже у нас АМЗа на АЛИФ, но в середине слова. СААЛЯ – спрашивать, да, или он спросил, если точнее. СААЛЯ ПАЛИБУЛЬ МУДЕРРИСА. Спросил АПАЛИБ, то есть студент или ученик, спросил АЛЬ МУДЕРРИСА, кого он спросил, учителя. То есть он здесь, АЛЬ МУДЕРРИСА, отвечает в значении именно кого спросил, да, учителя. СААЛЯ ПАЛИБУЛЬ МУДЕРРИСА. Да, здесь, скорее всего, это утвердительное предложение, надо здесь точку поставить. ЛАГУАН. Следующее мы видим слово АЛЬ БИРУ. АЛЬ БИР – это колодец. А здесь уже АМЗа пишется на такой подставке, как «Я без точки». На БИРа называется. ЭЙ НАЛЬ БИРУ – где колодец? ЭЙ НАЛЬ БИРУ – да, здесь уже вопрос, вопросительный знак мы видим. Так же АМЗа может приходить у нас просто на строчке. МАЭН. МА – это вода. ШАРИБУТУ МАЭА или ШАРИБУТУ МАЭН. Я выпил воду. Да, я выпил воду. Мы видим здесь ФАТХИ, то есть это прямое дополнение, что выпил воду. МАЭН. При остановке таких случаях, да, как у нас было в предыдущих там уроках, вы видели, вот урок до этого там было БААЛЬ, БАКАЛЬ, по-моему, РУЗЗАН, помните, то есть что он продал? РИС. И там вы видели АЛЬ, потому что прямое дополнение в неопределенном состоянии с ФАТХИМИ, ТАНВИНОМ ФАТХИМИ, да, и добавлялось АЛЬ. Так как здесь ГАМЗа перед ней, и перед ней АЛЬ, то есть здесь АЛЬ не пишется, но при остановке мы ее как бы имеем в виду. ЧАРИБЮТУ МАЭН, да, то есть я выпил воды. Далее у нас идет тоже ГАМЗА, АЛЬ, да, или уже здесь А, да, с ФАТХИМИ, после нее АЛЬ. А, слово СУЭЛЮ, СУЭЛЬ, это вопрос. МАСУЭЛЮКА, то есть какой твой вопрос, какой твой вопрос, да, то есть что ты хочешь спросить, можем так это перефразировать. МАСУЭЛЮКА, какой твой вопрос. Мы видим здесь лидное мискамение КА, потому что обращается ко второму лицу единственное число. МАСУЭЛЮКА, какой твой вопрос. Далее вы видите АЯТЫ с Суры АЛЬ КАЛСАР и КУРЕЙШ, да, тоже вы можете найти примеры на ГАМЗУ, как тренировать, как прочитывать. Ну, в общем, чтение, как я вам уже говорила, вы можете научиться читать уже на уроках Таджвида, как на канале непосредственно, есть такие уроки, так и записаться отдельно на эти уроки, уже пройдя по ссылкам под видео. Далее вы видите написание ГАМЗУЭЛЮКА в различных формах, да, то есть разные, какие бывают формы ГАМЗУЭЛЮКА отдельно или соединение с предыдущим, да, то есть на АЛЬ ФИНИЦЕВИДУ, или когда она набирает, допустим, с двух сторон или с одной стороны, если предыдущая, допустим, с ними соединяется, или на УАУ, когда с ней предыдущая соединяется, или просто на строчке, да, то есть эти все написания вы можете встретить и их потренировать. Далее у вас идет следующее упражнение ИКРА УАКТУБ, то есть прочитать и написать. Как обычно, я вам прочитаю слова и потом укажу значения некоторых из них. Первое отдельное слово. Так, здесь у нас отдельные слова. АБУАБ – это множественное число от БАБ – двери. БАБ – дверь, АБУАБ – двери. АКУЛЯМ – вот слово КАЛЯМ – ручки, да, ручка, ручки. ИСААФ – это, ну, как, скоро помощь, когда используют. УЗУН – уха, СААЛЯ – спрашивать, КАРА – читать, БАДА – начинать. Ну, а эти глаголы уже встречались. Дальше у нас слова. ЧААА – ЛЮ, ЛЮ, САИМА, ЛАИМ, БАУ, АСАЛЬ, или АСИЛЯ, вернее здесь АСИЛЯ, СУАЛЬ. ЧААА – приходить, то есть пришёл. ЛЮ, ЛЮ – это жемчужина. Что здесь ещё? БАУ – свет, можем это упомянуть. И у нас было слово СУАЛЬ, АСИЛЯ – это множественное число от слова СУАЛЬ. То есть вопросы, вопрос, вопросы. И вторая часть этого упражнения. ЗАЭРА – АСАД. АКЛА – АМИН. КРАА – АСААД. АНА АКРАУ ДАРСИ. АНТИ ТАЭХУЗИН РИСАЛЕТАКИ. АНТА ТАБДАУ АМАЛАК, или АМАЛАКА. БАДАА АХМАДУ КАБЛА АСБУР. БААА АХМАДУ АКЛАМА ХИБР. ЗАРА АЙМАНУ АСВАКА НАЖИД. АССАМАУ САФИЯ. АЛЬМАУ ФИЛЬБИР. АССУЛАХФАТУ БАТИАТУН. АНДИ МИАТУ РИЯЛИН. БИЛАЛУ МУАЗЗИНУ РРАСУЛЬ. И так, некоторые слова, ну, многие вы знаете. АКЛА, да, это АКЛА АМИН, АМИН ПАЕЛ. КОРА ЧТАТЬ. Да, например, АНА АКРАУ ДАРСИ. Я читаю мой урок. Здесь у нас глагол настоящего времени. Помню, мы с вами брали единственное число настоящего и прошедшего времени. АНТИ ТАХУЗИНА. То есть ты берешь, вот, опять же, глагол АХАЗА. Здесь его еще не было. АХАЗА ТАХУЗИНА. То есть ты берешь РИСЯЛЯТАЙКИ, свое письмо. ТАБДАУ, начинаешь. АНТА ТАБДАУ АМАЛЯКИ. Ты начинаешь свою работу. Так, далее слово УЗБО. Да, то есть это неделя. Ну, день недели, да, неделя. Так. АССАМАУ СОФИЯ. СОФИЯ, то есть прозрачное, да, чистое небо. Небо чистое. СУЛЯХФАТУ. СУЛЯХФАТУ, это черепаха. БАТЫ, БАТЫ, это медленная. Черепаха медленная. Вот. И БИЛАЛЬУ МУАЗЗИНУ РРАСУЛИ, САЛЛАХУ АЛЕХИХАССАЛЯМ. То есть БИЛАЛЬ, МУАЗЗИН, пророка, САЛЛАХУ АЛЕХАССАЛЯМ. Да, то есть делал АЗАН. На этом, АЛХАМДУЛЛЯМ, мы завершили этот урок. Приближаемся к завершению учебника. Осталось еще совсем немного. Благодарю, что были со мной, что изучаете арабский язык вместе. Не забывайте делиться благими знаниями со своими родными и близкими, друзьями. И встретимся, иншаллах, с вами на следующем уроке. Баракаллаху фейкум. Ассаламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok.